СТАЯ БРОДЯЧИХ СОБАК Стая бродячих собак напала на Юлию Севенкову ночью, когда соседи спали. Прийти на помощь было некому. Вот здесь мы видим, да, как я тут барахталась. Отбиться удалось буквально чудом. Вертелась как волчок. То есть у меня кроме рулетки ничегошеньки не было. То есть я вот так вот рулетку взяла. И вот этим вот местом я бесконечно вот так вот в них тыкала. Жители Раменок бьют тревогу. Бездомные собаки терроризируют весь район. Они, во-первых, бегают у нас вот здесь, сзади нашего дома и бегают на территории детского сада. Чаще всего нападения происходят ночью и рано утром на Мосфильмовской и на улице Довженко. На Анну набросились прямо у подъезда. Я шла, то есть я заметила стаю, когда уже была относительно близко от подъезда. И они нападали, то есть вели себя агрессивно. Я отбивалась с сумкой, кричала. Не исключено, что логово бездомных животных находится на вершине этого склона. По крайней мере, именно отсюда они чаще всего спускаются. И эта ночь тоже не стала исключением. Вот остались их следы. Мы на вершине склона. Здесь находится огромная промзона, со всех сторон окруженная забором. Причем под ним очень много дыр, через которые животные могут пролезть без труда. Территория очень большая и прятаться они могут где угодно. Еще одно возможное пристанище – закрытая территория элитного гольф-клуба. А сколько их там примерно собак? Крупные вообще нет? Штук 16. Шестнадцать штук? Шатер, где, возможно, обитает стая бездомных собак, огорожен вот таким высоким забором. Перелезть через него человеку сложно. Но вот собаки просто сделали подкоп под ним и спокойно проникают туда в любое время дня и ночи. Специалисты-кинологи советуют при встрече с агрессивной стаей не терять самообладание и ни в коем случае не убегать. Первое, что вы должны сделать, это постараться стать спиной к какому-то укрытию. Если нет возможности залезть на дерево, на забор, просто стать спиной к забору, если девушка, сумку поставить перед собой. И не делать резких движений. Люди жалуются в управу, но пока свора свободно разгуливает по округе. Очень серьезно нацелились на данную работу по выявлению собак и стараемся уже в ближайшее время организовать отлов данных животных. Нам пообещали, что бездомных собак после отлова отправят в муниципальный приют Солнцево. Правда, когда это произойдет, людям до сих пор так и не сообщили.